Варианты решения проблемы кадрового голода, современные методы подбора персонала, эти и другие вопросы были в фокусе внимания HR-конференции, которая состоялась в областном центре. С ее участниками пообщалась наша съемочная группа. HR-конференцию уже в третий раз проводит центр «Мой бизнес». Как известно, он работает в Тверской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Тем не менее, в данном мероприятии традиционно принимают участие и представители крупных компаний. И собственники, и управленцы, и наемные сотрудники HR. То есть аудитория примерно 50 на 50, те и другие, поскольку они получают из первых уст информацию, которая им нужна для работы. Плюс к этому мы приглашаем спикеров, которые действительно эксперты в сфере управления кадрами. Одним из таких экспертов является компания HeadHunter, совместно с которой центр «Мой бизнес» и проводит HR-конференцию. Как отмечает директор северо-центрального региона Ирина Катусенко, в России по-прежнему большая проблема с кадрами. В среднем на одну вакансию претендуют три человека, при том, что нормальной считается цифра в 6-7 соискателей. При этом есть целый ряд отраслей, которых это касается больше всего. Это продажи, это строительство, это производство. Рабочие специальности, узкопрофильные специалисты, потому что производство зачастую сейчас как раз нуждается в инженерах по автоматизации. Мы же переходим на импортозамещение, в том числе оборудование. И здесь требуются люди, которые разбираются в программировании оборудования. Кадровый голод эксперты объясняют демографической ямой. На рынок выходит поколение начала 90-х, когда рождаемость упала. А также отъездом за границу около 400 тысяч россиян, испугавшихся мобилизации. Но есть и другие причины, связанные с настроениями современной молодежи. Молодые люди сейчас ищут современные профессии. Несмотря на то, что приобретают образование первоначальное по одной специальности, ищут нечто другое. Сейчас молодое поколение взращивается на примере блогеров, которые зарабатывают деньги. На первый взгляд показывают, что это происходит все очень просто. Все пытаются повторить. Это тоже один из важных факторов. А даже если кто и приходит работать на производство, то и здесь не все так просто. То ли нынешняя молодежь внимательно следит за официальной статистикой по зарплатам, согласно которой в среднем россиянин получает аж 52 тысячи в месяц. То ли еще почему. Однако при трудоустройстве начинающие работники зачастую выдвигают просто нереальные требования. Проводя собеседование, множественное количество каждый день, сталкиваясь с молодежью, остается эта история, что я хочу вот прям большую зарплату здесь и сейчас. Сравниваем какой-нибудь подход европейский или американский, все-таки там есть путь к мечте. Именно путь. То есть его нужно сильно усиленно работать, чтобы что-то получить. Правда, и работодатели нередко ведут себя не самым лучшим образом. В частности, многие без сожаления расстаются с сотрудниками, будучи уверенными, что легко найдут замену. Да и проблема невысокой зарплаты тоже имеет место. Согласно опросам, с тем, что ее надо поднимать, согласны около 20% руководителей и владельцев предприятий. Вроде бы не так много, однако в нынешних экономических условиях и это очень неплохо, уверены эксперты.